Хочу вам рассказать о крутом российском сервисе подарков сюрприз бокс, ну а кто, если не я? Попасться в этом боксе тебе может все что угодно Гаджеты, различные девайсы, вкусности с разных уголков планеты и вообще крутые игрушки Боксы могут быть тематические, авторство какого-нибудь блогера, например, моего В общем, основная идея, что ты никогда не знаешь, что тебе попадется в этом боксе Они самых разных размеров и содержания Важно знать одно, содержимое бокса всегда соответствует его стоимости Или даже превышает его по ценности Я лично это проверял в многочисленных роликах А главное, что у вас есть возможность совершенно бесплатно получить такой бокс Для этого переходите по ссылке в описании на сайт Заказывайте сюрприз бокс и пишите в комментариях к заказу мое имя Костя Павлов И возможно именно тебе попадется бесплатный сюрприз бокс Ну а мы приступаем Всем привет, всем привет, меня зовут Костя Павлов Сразу, прямо вот сразу признаю, что да, в прошлом видео, где я проверял вот эту вот коптильную Я немножечко облажался, чуть попозже объясню, почему немножечко Вы просто меня засыпали комментариями, на почту писали мне очень много В инстаграм, везде очень-очень много писали Естественно, я везде это замечал и понял свою ошибочку Но вот почему я ее допустил На самом деле, если заходишь в инстаграм Борка А именно там я смотрел информацию То вы видите вот эту фотографию, да И по ней можно сказать, что не нужно ничем закрывать Берешь просто и коптишь, да, и дым летит вот куда угодно Вот, но кроме этой фотографии, еще у них есть вот такая вот гифка Вот сейчас вы ее видите И по ней тоже ощущение, что не нужно ничего закрывать Не нужно ничего делать Просто берешь, коптишь, коптишь и коптишь И именно поэтому у меня создалось такое ощущение, что ну нужно брать, включать прибор И все должно коптиться Моя ошибка в том, что я не посмотрел инструкцию Мне казалось, что и так все понятно Зачем какую-то еще инструкцию смотреть Но сейчас я готов перепроверить, так скажем И сделать вывод, действительно ли достаточно того Что просто вот так набрал дыма, закрыл и потерпел некоторое время Получается, нам это вообще все теперь упрощает То есть мы берем кусок курицы, например Давайте сразу порежем таких нескольких кусочков Разных размеров, кстати, да Чтобы интересно было, насколько там размеры будут влиять на итоговый вкус Получается, тут вообще надо немножечко сыпать Потому что, ну, чтобы там дым добавить нам много и не надо Вот этого, я думаю, будет вполне достаточно Цепляем трубку Это мы сделали Закрываем вот это все дело Так, это мы сделали Поджигаем, включаем Кстати, тогда не очень понятно, а зачем нужна вторая скорость Ну, то есть, как бы, все равно же ты ее закроешь Ну, ладно Предположим Так, давайте побольше накоптим ее Выключаем Я так понимаю, этого достаточно И все Ждем, как говорится, в описании Три минутки Ну, вот столько дыма, конечно, мне кажется, в квартире не напрягает Но, смотрите, один момент, о котором я не рассказал тогда Вот этот вот дым, видите, да, его сейчас Все равно, блин, режет глаза капец На следующий день Все, кто приходили сюда, на студию И туда, в офис конкретно Все чувствовали запах вот этого дыма И вот этого копчения Не знаю, насколько вот после такого малого дыма все это будет Но будем надеяться, что намного меньше Ждем три минуты Ну что ж, прошло три минуты Дым уже почти вообще весь рассеялся И я готов пробовать Не знаю, мне почему-то кажется, что ничего там за три минуты не произошло Хотя фиг знает Ох, как красивенько выглядит Ну, начнем с маленькой Ладно, давайте начнем с маленькой Ну, ну немного Серьезно вам говорю, по сравнению с тем, что тогда было Ну фиг знает Я вам честно говорю, что прямо вот буквально чуть-чуть так вот чувствуется Но не так, чтобы сильно Вот тогда, когда мы делали Там прям офигеть как было Там прям вот очень копченым вкусно пахло А сейчас, ну так, знаете, как будто вот чуть-чуть Давайте, знаете, попробуем прям подольше И добавлять иногда Может быть так надо будет Не знаю, раза три сделаем Не, ну честно, все равно делать это в квартире Ну это жесть какая-то Ну блин, здесь дыма вот просто очень много Прям вот дофигища много дыма Знаете, это такая игрушка для сверхбогатых людей Которым, знаете, ну типа Что 10 тысяч, что 100 тысяч, что миллион Для них это, ну такие суммы, которые они, ну как бы не понимают Типа, ну что такое 10 тысяч? Это не что Ну, купил себе вот этот борг, да Попробовал его там Покрутил там Поделал, не знаю, рыбку, да Такое копчение делал Такое, ну ничего, вкусненько Потом забросил это все дело нафиг Где-то лежит и все И когда приходят какие-то гости, да Ты такой типа Хм, а у меня есть такая штука Типа вот коптильня Могу вам сделать, да И показываешь Ну, наверняка все будут кашлять Потому что все-таки дым, он дымоган Хотя, блин Если я сейчас говорю о богатых людях То наверняка у них здоровенные гигантские квартиры Одна комната, 100 квадрат И там, наверное, вот этот дым Ну, никак не ощутим Все равно пока что для меня Это совершенно бестолковая фигнюшка Так Это уже второй раз Еще третий раз так сделаем И все Третий раз сделаем И, короче, на каждый раз Приходится вот зажигать Но почти новые эти опилочки Видите, уже дымка почти нет внутри Все, третий, последний раз делаем Блин, а что-то оно хуже стало О, пошло дело Все Последний раз ждем До того, как дым отсюда уйдет И все И будем пробовать курочку На вкус Ну все Это третий, последний раз Ну, тут почти уже не осталось дыма А нам осталось только проверить на вкус Начнем с небольшого кусочка Он сейчас так прям хорошо подкоптился Очень похоже на то, что было тогда В принципе, трех раз и где-то минут 15 вполне достаточно Чтобы сделать, как тогда Но большой кусок Меньше ощущается То есть вот Нужно нарезать маленькие кусочки Вот такие вот И делать Ну, если вдруг вы все-таки решите купить себе вот этот пистолет То лучше коптить маленькими кусочками Честно, вкусненько Вкусненько То есть вот за один раз фигня А вот за три раза прям вот Мне прям понравилось Давайте сделаем выводы В общем, мое мнение такое, что это совершенно бесполезная трата денег Даже если у вас их очень много То, ну, знаете, может быть, как подарок неплохо Ну, человеку, который вам очень дорог Или человеку, которому вы хотите как-то польстить, да И показать его важный статус в вашей жизни То, может быть, да, и стоит Ну, типа Вы тем самым дадите понять человеку, что он вам дорог Вот По мне так совершенно бесполезная трата денег Если вы считаете точно так же То поставьте большой палец вверх И я увижу, сколько людей со мной солидарны В общем-то, все Я сделал перепроверку, как вы и просили Как вы и писали мне в комментариях, на почту, в инстаграме, везде Ну, а с вами был Костя Павлов Который все проверяет на себе Всем пока Коммент, о котором я, конечно, не мог знать Что если у вас дома будет храниться Этот пистолет То, поверьте, на весь дом будет вонять копчением Даже не из-за того, что вы его использовали А просто от него, от самого Вот, от этой вот штуки Даже если вы ее хорошо помоете От трубки Будет очень вонять в квартире копчением Так что подумайте серьезно сто раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому